Здравствуйте, коллеги. Я Юлий Федеральный директор Малышевского Местиковского. Это одна из производственных площадок, которая делает вель. Кроме этого, еще одна производственная площадка, которая росла на «Алтоле» и «Алтоле» и «Алтоле» и «Алтоле» и «Алтоле». И еще одна была в Красноярском крае, в Киевской машине. Малышевский завод Местиковский перерабатывает на сегодня 120 тонн молока. Кроме этого, осуществляется проект по расширению микроходки молока за счет увеличения ассортимента. Молоко мы закупаем в хозяйствах нашего региона. Большая часть молока – это то, что действующий ГОСТ, молоко за регионом называют высшим сортом. Как мы знаем, с 1 июля вводится новый ГОСТ, в котором нет такого понятия как высшим сортом, но показатели для того, чтобы молоко соответствовало этим требованиям. В первую очередь, по показателям, тазы, басоматики – это то, что мы на сегодняшний день высшим сортом. К чему я иногда говорю, потому что, к чему мы отстремимся, из чего мы можем, собственно, получать качественные продукты, и за что мы готовы платить рыночную цену. На сегодняшний день закупоченная цена составляет от 19 рублей и выше. Понятно, что есть такие факторы, влияющие, как сезонность самой цены. Кроме того, в индивидуальном порядке подходим к определению цены. При заключении договора, при подписании протоколого согласования цены, понятно, что учитываем такие показатели, как, кроме непосредственного количества молока, это и сезонные колебания именно у этого поставщика, у этого производителя. И, в общем, количество. Да, конечно, мы всегда приветствовали повышение ретабельности производителей молока, ровно для того, чтобы они имели возможность развиваться и чтобы молока этого хватало наконец-то. Но простым понятием цены, конечно, в итоге это, я думаю, все понимают, тупиковый пульт, потому что они не так быстро растет, мягко говоря, оборудовательная способность населения, как мы видели по предыдущим докладчикам. Большинство позиций потребление падает. – Есть ли у вас какие-то нарекания поставщикам по качеству, по поставкам, по граммам поставки? Если по качествам, то по каким основным показателям? – Нет, на сегодняшний день нам удалось сработаться именно с теми поставщиками, которые нас устраивают. и по той цене, по которой мы договорились. Ну и, соответственно, мы, конечно же, не принимаем молоко обуви тех поставщиков, которые у нас устраивают. – В принципе, уже схема взаимодействия выстроена? – Схема взаимодействия выстроена. Есть критерии при определении, при подборе нового поставщика. При соответствии всем этим критериям мы заключаем договор, мы работаем. Другое дело, что в последнее время, на протяжении вот этих нескольких лет, мы растем не так, как нам хотелось бы, и мы ждем реализации нового проекта, который будет осуществлено в рамках новой производственной площадки. И в июле мы уже планируем приобрести новое оборудование. Уже ведется его монтаж. И мы планируем то, что вот эта первая линия будет запущена в июле. 6 тысяч литров в час она позволит производить федобан. Это бутилирование, потому что 6 тысяч литров в час. – То есть там будет больше объем? – Да, конечно, ровно потому, что новый ассортимент. Это то, что вот эта компания «Белая Витья» делала, и значит нам нужно будет молоко. Нам нужно будет молоко именно для того, чтобы то, что мы сегодня называем большим сортом. Собираемся производить там лишь линейка. И что еще хотелось бы сказать? Показательная церковь. Ну, на сегодняшний день, вот, например, я могу сказать, что я посещаю и производителей молока, и переработчиков, например, в нашей стране, и очень большие колебания. Конечно, нужно повышать ретабельность. Ну, за счет чего? Только за счет цены, безусловно, за счет ее тоже. Либо за счет еще и увеличения продуктивности. Мы повышаем продуктивность, и помимо всех тех плюсов, которые озвучили предыдущие докладчики, мы понимаем, что мы снижаем себестоимость. Это мы и призываем, и на это нацеленная господдержка акции. Именно на повышение продуктивности, чтобы тратить все стандартные таблики. Бесконечная цена расти не будет, это мы все прекрасно понимаем. Здорово, когда цена хорошая, когда производитель получает достойные деньги за свое молоко. Фирма «Белый Грид» только поддерживает это. Кроме того, мы также готовы рассматривать, принять участие нашей компанией в закупке тех же метелей либо оборудования для единого зала. При необходимости введу этот порядок, мы совсем не готовы рассмотреть. и так далее. Ну, собственно, верно. Несмотря на то, что был траток, основа мысляли. Все точно. Спасибо большое. Коллеги, есть вопросы? Я думаю, основное, вы услышали, что «Белый Медведь» готов участвовать в таких же схемах, которые предполагают другие поставщики, и это важно. И я сейчас хочу предоставить слово… «Белый Медведь»